Информатор Facebook Фрэнсис Хауген прокомментировала заявление Facebook о том, что он откажется от распознавания лиц, но призвало правительство внимательно следить за этим шагом, чтобы гарантировать, что социальная сеть оправдает свое обещание. Facebook сделал объявление во вторник, отчасти в ответ на растущее внимание регулирующих и законодательных органов в отношении безопасности использователей злоупотреблений на его платформах. Активисты подвергли критике фейс-спринтинг как серьезную угрозу частной жизни. При этом распознавание лиц таких компаний, как Apple, например, под угрозу не ставится. В преддверии встречи с министром юстиции Германии информатор, которая слила множество разрушительных документов о внутренней работе Facebook, добавила, что основанное на принципах регулирования Европейского союза Великобритания и Германия должны более эффективно сдерживать технологические компании, такие как Facebook. Facebook столкнулся с критикой за то, что он не предпринимал мер против языков вражды на языках от бирманского до греческого, поскольку он перенаправил все свои мощности по требованию режима Байдена на мониторинг англоязычных постов во время предвыборной кампании и после событий в Капитоле 6 января. Я настоятельно рекомендую правительственный надзор, например, когда они говорят, что мы избавились от этого, что на самом деле это означает. Я думаю, что необходимо больше прозрачности в том, как эти операции работают, чтобы гарантировать, что они действительно сделали то, что они пообещали. На мой первый взгляд, это очень интересно видеть, что они предпринимают более ответственные решения сейчас. Реальность технологии такова, что если нарисовать забор, очень легко найти способ обойти этот забор. Что ж, с помощью принципов или таких вещей, как оценка рисков, они могут быть динамичными, но они могут быть и гибкими. Я рада видеть сейчас основу, которая была заложена правозащитниками и правительственными организациями в течение многих лет, чтобы добиться таких успехов, как DCA, закон Европейского Союза о цифровых услугах. Я очень рада видеть прогресс в этом был произведен в Европе. Фейсбук должен быть ответственным лицом. Если они прекращают исследования в ответ на мои действия, то это происходит не из-за меня, а потому что они недостаточно храбры, чтобы на самом деле посмотреться в зеркало. Горская людя обратилась ко мне обычно с очень обнадеживающими вещами. Помните, я не единственная, кто видела проблемы внутри Фейсбук. У меня было просто больше возможностей, которые потом помогли мне, следуя моей совести. Есть много добрых, сознательных, серьезных людей, которые хотят лучшего для нашего общества, которые были воодушевлены привлечением внимания к этим вопросам, потому что я надеюсь, мы получим больше ресурсов для решения этих проблем.